Наш телеканал уже не раз рассказывал о тесных связях, которые с прошлого года установлены между Тверью и Бердянском, что в Запорожье. Верхнеболжье постоянно оказывает помощь этому городу. Тем тревожнее звучат известия о диверсиях и терактах, которые время от времени устраивают там украинские спецслужбы. Накануне там произошел очередной взрыв. Взрыв в Бердянске произошел на улице Руденко. По данным следствия, самодельное устройство, заложенное под заднее пассажирское сидение, сдетонировало вот в этом ВАЗ-2111. Он хорошо знаком главному редактору Тверского проспекта. Дмитрий Нечаев во время своей летней командировки в Запорожье и на Донбасс близко познакомился с хозяйкой взорванного авто Валентины Мамай. Мы действительно там, когда во время моей командировки, поездки в Запорожье, мы очень много ездили с Валентиной Ивановной. И вот на вот этой машине она за рулем была. В машине у нее очень много было всяких там кормов для животных. И я вот на справом сидении пассажирском, у нее были корма для животных. А я сидел как раз вот здесь, на том сидении, куда бомба была заложена вчера. Валентина Мамай известна в Бердянске как активная зоозащитница. Она на собственные средства организовала единственный в городе приют для бездомных животных. В нем проживают около 200 питомцев. Причем для них созданы настолько хорошие условия, что это оценила даже Борис Витбардо, побывавшая тут с визитом. Что теперь будет с собаками, сказать сложно. Конечно, это очень такая тревожная ситуация. Я очень переживаю, разная информация приходит. Пока вот пытаюсь с коллегами нашими созвониться, но пока по такой предварительной, не очень точной информации, она пострадала, она контужена, имеет степень ранений сложная. Дозвониться я до нее не могу. И те сообщения, которые я отправляю, я вижу, что они не прочитаны. То есть, видимо, состояние достаточно серьезное. По счастью, Валентина Мамай работала в приюте не одна. У нее есть несколько помощников. Поэтому остается надежда, что до выздоровления зоозащитницы они продолжат заниматься бездомными животными, которым во время боевых действий приходится особенно трудно.